Это понижающий преобразователь. Он небольшого размера, а ток может держать до 20 ампер. Вот сама схема. Очень удобен в ремонте, потому что схема вся с обратной стороны. Управляется такой микросхемой. Данная микросхема управляет полевыми транзисторами. Здесь нет диода шотки, а стоят два одинаковых транзистора. Их не видно, но мы разберём и посмотрим, что за транзисторы. А также и доработаем данный преобразователь. Для начала мы его сейчас подключим и проверим работоспособность. Подключать будем с помощью такого блока питания. Вот, плюс-минус. Включаем. Всё. На нём есть переключатель, можно отключать нагрузку. Измерять выход будем с помощью такого тестера. Видим, что ток покоя почти 30 мА. На выход повесим такую нагрузку. Вот лампочка будет автомобильная. Если выходную мощность разделить на входную мощность и умножить на 100%, мы можем посчитать КПД данного преобразователя. Теперь можно поднять нагрузку и посмотреть, как изменятся выходные характеристики. Лампочки в спирали соединены последовательно, поэтому можно поднимать больше напряжения. Так, это есть регулировка. Вторая регулировка тока. Всё, ток на максим. Вот максимальное, что он может выдать. Почти 73 Ватта на входе. На выходе 68 Ватта. При данной нагрузке КПД получается... Ну, преобразователь абсолютно холодный пока ещё, даже не нагрелся. Ну вот, проверили его работоспособность, КПД. Теперь приступим к небольшой переделке. Для этого всё отключим. Сейчас мы выпаяем транзисторы, посмотрим их характеристики. Также сделаем выносные два регулятора. Здесь стоят 100 кОмные. Вот, опередил. Поставил два регулятора. Правда, за место 100 кОмные у меня были только 50 кОмные. Посмотрим, как изменятся его выходные характеристики. Также убрал радиаторы, уменьшив тем самым размер. А транзисторы припаял на обратную сторону. Это уменьшит его размер, потому что корпус будущего порубанка будет железный. И прикручу просто к корпусу. Здесь стояли два одинаковых транзистора. Вот они. А поставил я вот таких два. ИРФ 1404 два штуки. Они мощнее, но ёмкость затвора немного больше. Вот, по даташиту почти в два раза больше. Так, ну это по даташиту. Сейчас проверим, как покажет прибор. Стояли вот транзисторы, которые стояли. Проверяем. 4 нФ показывает. И напряжение открытия 3,4 В. И сейчас проверим, который мы поставили на 1440. Вот так же вставляем, как и было. Проверяем. Здесь 8 нФ. И напряжение открытия всего 2,4 В. Почему я поставил более мощные транзисторы? Потому что у него ток в два раза больше. И поэтому нагрев при той же нагрузке будет в два раза меньше. В связи с уменьшением нагрева и, следовательно, и потерь при работе. А как будет работать, сейчас посмотрим. Так, подключаем его. Отключим нагрузку. Отключим нагрузку вообще. Ток покоя стал 37 мА. При других транзисторах. Более мощных транзисторов. Включаем тертестер. 9 В на выходе. Поднимем чуть ток. Ток. А напряжение убавим. А, ток на максимум сделаем. А напряжение 6 В. Так, теперь включаем нагрузку. Теперь проверим максимальное напряжение, которое может дать преобразователь при переменном сопротивлении в 50 кОм. Вот. До 16 В. Получается, что при 50 кОм переменном сопротивлении напряжение можно регулировать до 16 В. Убавляем входное напряжение до 19 В. Видим, какое КПД стало. Теперь поднимем на максимум. Так. Ну, транзисторы чуть тёплые. Холодные транзисторы. Теперь у нас получается при 4 В. Входных амперов транзисторы даже не греются. Вот. Немного нагреваются тёпленькие. Примерно одинаково. Так. Регулируем ток. Это как-то 10. Вот. Сейчас ограничение по току начало действовать. Это вот 4 А. Как раз примерно четвёртую часть и вольтметра этого регулятора. На этот максимум. Так. Ну, и напряжение может регулироваться. Всё работает. При этом транзисторы тёплые и греются примерно одинаково. На верхнем может чуть теплее. Так. А сама микросхема? А вот микросхема горяченькая. Для неё лучше поставить радиатор. Потому что ёмкость затвора больше и на частоте 160 кГц работает. Нагрузка на микросхему выросла. Поэтому лучше поставить на неё радиатор. Вот. Типа такого. Поставлю. Так. Посмотрим пульсации на выходе при данной нагрузке. Наверное где-то контакт плохой. Вот такие пульсации. Странно. Так он так где-то греется, да? Одна сотая ампера. Цена деления тока вот. Видим. Цена деления напряжения одна сотая вольта также видим. Это сейчас. Так. Так. Добавим напряжение. А добавим напряжение до 12 вольт. А до 14. До 14 вольт. На максимальное напряжение сделаем. Вот. На 15 вольт видно, что на выходе идёт. А если ограничение по току включить? Вот. При ограничении по току пульсации гораздо больше. Цена деления клетки для напряжения две сотых вольта, а по току одна сотая ампера. И вот такие пульсации. Если же мы убираем ограничение по току, всё, пульсации нет. Ещё раз попробуем. Вот. Вот. Убавили. Вот такие бешеные пульсации. Ну, большие пульсации идут. При ограничении тока. Ну, транзисторы, так говоря, это градусов 40, наверное. А этот по-холодней, по-прохладней. Так что транзисторы можно ставить более мощным, но тогда для микросхемы надо ставить. Желательно поставить радиатор, потому что она греется градусов до 60. 10. Так. Уберем ограничение по току. Всё. Переключаем на другой экран теперь. Вот видим, что потребляет 65, выдаёт 61 Вт. Если разделить 60 на 65 умножить на 100%, мы узнаем КПД преобразователем. Но надо учитывать, что потери на проводах тоже есть. Поэтому... Плюс ещё сам тестер потребляет энергию. Если отключаем тестер... 0,61 Вт. Так. А при включении нагрузки тестера... Ну, 0,5 Вт. Получается, потребляет он 0,5 Вт. Надо ещё прибавить 0,5 Вт, чтобы были более корректные показания. Теперь померяем, на какой частоте работает сам преобразователь. Так. Меряем. На частоте 162 кГц работает преобразователь. Так. Выключаем. Так. Выключаем. Так. Выключаем теперь всё это дело. Включаем теперь всё это дело. Как, выключаем вместо реабилитого куста. Данные преобразователя, я хочу сделать. Поместить. В такой преобразователь на 220 Вт. Здесь как раз место есть. Вот. Я его уже разобрал. Он сюда отлично входит. так будут делать получится мне повар банк хочу сделать с выходом в общем повар банк на 202 на 220 вольт с регулируемым выходом напряжения вот но тоже будет следующим видео буду делать он будет работать от аккумулятора от шуруповерта сделаю ну все спасибо за просмотр ссылка на преобразователь будет в описании сейчас на алиэкспресс как раз началась неделя распродаж все спасибо за просмотр если остались вопросы спрашивайте в комментариях спасибо за просмотр!